История с Пригожиным и с вот этой жестокой казнью над российским наемником, ну точнее над бывшим российским уголовником, который по программе Пригожина завербовался, вышел из колонии, потом сдался в плен или его захватили в плен, тут есть разночтение на сей счет, но в конечном счете появилось страшное видео, где этому человеку разбивают голову кувалдой. Вы верите в то, что состоялся разговор якобы между Бастрыкиным и Пригожиным? Якобы Бастрыкин все-таки на второй или на третий день после того, как начался этот скандал, позвонил Пригожину, попросил у него объяснений, а Пригожин обошелся с ним примерно так же, как вы вот с вашим давешним собеседником. Ну да, я не буду второй раз использовать негативную лекцию. Да, ну это принято, называть курсом русского корабля вы его послали, так вот говорят, что Пригожин и Бастрыкин таким же курсом послал и сказал, не звони мне больше. Абсолютно убедительно, насколько вот моему представлению о Пригожине и Бастрыкине, ну Пригожин, безусловно, альфа-самец там во всех абсолютно парах, уж не знаю, как он там с Путиным смотрится. Но его, конечно, убьют на первый день после исчезновения Путина из власти. И его, и Кадырова, конечно. Он же их спустил, этих псов. Ему важно было решать задачу уже после мартовского провала, но важно классическую для фашистских режимов, терпящих поражение, задачу решать, кто виноват, фюреры или генералы. Вы же помните, какие страсти в гитлеровском бункере всегда были по этому поводу. И он натравил на генералов, довольно по-чекистски он сделал. Он лично не обвинял генералов, а вот такие... Генералы могут не простить. Ведь вы помните, что мы с вами в молодости увлекались фильмом «17 мгновений весны», который на самом деле в значительной степени основан на фактических событиях. Действительно появились люди в руководстве гитлеровской Германии, которые стали искать контактов с союзниками сепаратного мира. А почему сейчас это не может повториться? Посмотрели некоторые члены путинской элиты на вот этот самый ролик с разбиванием головы отступника кувалдой и подумали, «Не, ребят, что-то с этим надо делать». Не кажется ли, что вот это видео, оно могло существенно отрезвить, по крайней мере, часть тех людей, которые находятся... Ну, видимо, это уже поняли. Вы же помните реакцию пригорода. Сначала он послал вот туда, куда нельзя посылать в нашей с вами передаче Бастрыкина. Потом он дал интервью, ну, в котором бахвалился, да, мы этого, как же он, кувалденного, что он заслужил, предатель. А сегодня уже что-то пытался не то что... Ну, в какой степени отползать? Кстати, какие срабаки все эти наши ультрафашисты? Возьмем вот этого самого нашего вождя русского фашизма Александра Дугина. Он же... Как он откликнулся на сдачу Херсона? Царь Дожджан. Он вспомнил это мифологического царя Дожджа из книги Фрезера, из верхненинских племен, который избирался... Убирался, оставился человек, который обеспечивал дождь. Когда Дожджа не было, царя убивали. Практически он призвал к убийству Путина. И так это было воспринято его сторонникам. Сегодня он третий день... Этот пост он снял. Третий день он клянется в верности нашему великому правнокомандующему. Вот такая страна даже фашистов настоящих нет. Нет, ну, понимаете, в верности Гитлеру до конца клялись и те люди, которые за его спиной интриговали и пытались, в том числе через этого легендарного генерала Вольфа, который командовал немецкими войсками на севере Италии, группировкой немецких войск там вот на севере Италии, вступить в контакты с союзниками и, возможно, для себя что-то выторговать. Нет, ну вы представляете, как вот... Я не идеализирую наших генералов, но они все военные преступники. Те, которые принимали активные... Но, тем не менее, смотрите, очень часто мне приходилось слышать от военных экспертов, не буду называть их фамилии, поскольку они не просили их цитировать, но есть несколько, как минимум, военных экспертов, которые предполагают, не утверждают, предполагают, что очень хорошая разведывательная информация есть у западных союзников, и, возможно, она такая хорошая, точная и надежная, потому что в Кремле или где-то там в военном, и, может быть, в руководстве спецслужб есть кроты. Как вы думаете, есть агентура, вот такая вот, настоящая агентура, люди, которые, там, я не знаю, как Гордеевский или как Пеньковский, сейчас работают тайно против Путина? Ну, Гордеевский большую часть работал уже из Великобритании. Ну, да, и в Москве тоже. Вот, вы знаете, мы все были впечатлены, и вы, и я, и, наверное, об этой возможности в американской разведине, говорим, во время, в месяц предшествующей нападения. Они там буквально день за день давали достаточно точную информацию и очень полезную, предупреждая о некоторых провокациях российской власти под так называемым форст фрэг, там, химическая атака в Донбассе, все, мое предположение, что это электронные средства информации. Вряд ли, мне трудно предположить, что какое-то, причем она очень точная, о планах, о которых, ну, узнав буквально по пальцам, можно посещать количество людей. Мне кажется, это электронная информация. Ну, это не прямое, ну, самое прямое, они послушали разговоры Меркель, но я не думаю, что есть еще более изощренные способы, видимо, электронной разведки, чем телефонный разговор. То есть, я отвечаю на вас, скорее я думаю, что это техника, интеллигент, сдерживающим хьюмон. Но то, что, но я говорю, начали говорить об другом. У меня нет никаких симпатий к этим генералам, но представляете, как они ненавидят этого Кадырова и Пригожина, которые требовали там разжаловать, требовали Шойгу, по-моему, если не расстрелять, то разжаловать, я помню, дословно, в рядовые, и послать босиком на фронт, чтобы скупал вину. Ну это, в первый же день что-то ослабнет власть Путина, оба этих замечательных человека будут пристрелены. Нет, здесь нужно, наверное, здесь нужно просто пояснить, в истории с Кадыровым, нас смотрит много молодых людей, ну, аудитория Ютуба, она специфическая, много молодежи нас смотрит, и эти люди просто вправе не помнить события далеких уже 90-х годов, когда вот все нынешние генералы были, что называется, лейтенантами-капитанами-майорами, и многие из них воевали в Чечне, и как бы мы сегодня ни относились к той неправедной войне, это часть их жизненного опыта, и Кадыров, который молодым совсем человеком воевал на другой стороне, для них исчадие ада, они ему никогда не простят его боевого прошлого в Первую Чеченскую войну, правда ведь? И когда его ставят на один уровень там с генералом Лапиным, который тоже... Не на один уровень, а выше намного. Ну, во всяком случае, генерал-полковник, это ему дали после того, как произошла словесная перепалка между ним и Лапиным, и Путин, по сути дела, вот присвоив Кадырову звание генерала-полковника, сказал городу и миру, что вот я вам покажу, как Кадырову перечит господин генерал-полковник. Помимо того, что его сняли потом с должности командующего группой «Центр», да, его еще и публично унизили. И, наверное, это просто так не пройдет. Рано или поздно подлетается. Если Путина все-таки доведут до скамьи подсудимых, то этих нет, этих быстро очень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!